Бодрое пожелание раннего доброго утра оперативниками задержанных явно застало абсолютно врасплох. Хоть и не выспавшись, но подозреваемый в миллионной телефонной афере, содеянным признаваться не спешит. Оперативники обыскивают квартиру. Это мало похоже на колл-центр, но именно отсюда злоумышленники совершали одно преступление за другим. Всего возбуждено 6 уголовных дел, а сумма ущерба от деятельности этой группировки превышает 12 миллионов рублей. В ходе телефонных переговоров с потерпевшими они представлялись сотрудниками службы безопасности, финансово-кредитной организации и сообщали о якобы произошедшем взломе банковской карты. Затем незнакомцы предлагали заблокировать ее, для чего просили назвать номер карты и коды, которые приходили в СМС. Обыски проходят не только в квартире, но и в машине задержанного. Здесь обнаруживаются сим-карты, с помощью которых предположительно и были совершены преступления. Но главное это использование специального компьютерного оборудования, которое позволяет имитировать не только номер уважаемого банка, с которого якобы совершается звонок, но и задействовать хитрую систему, где искомый и столь вожделенный злоумышленниками код надо было сообщить якобы роботу, а не живому якобы сотруднику. Сотрудник банка якобы предложил мне заблокировать карту, на что я согласился. Он начал процедуру блокировки карты и в процессе он предложил мне назвать код из СМС, причем назвать не ему, а якобы автоматической системе, то есть звучал звуковой сигнал. При подобном подозрительном звонке лучше сразу его завершить, чтобы уже самому перезвонить в свой банк и выяснить всю интересующую информацию. Только в таком случае может быть уверенность, что на том конце провода не обманщик. Если есть желание поговорить, можно выяснить должность звонящего и попросить его перезвонить позже. Ведь после звонка в настоящий банк, где вас успокоят, перезванивать мошенники, скорее всего, уже не будут. Приемы, которыми они пользуются, рассчитаны на то, что человек сразу уходит в стресс и не способен адекватно оценивать ситуацию. Если же вы не теряете самообладание, если же вы способны спокойно говорить с другой стороны, то большой вероятностью умышленники не смогут похитить ваши средства. Даже если номер звонящего определяется как известный вам телефон вашего банка, это далеко не гарантия, что вам не звонит мошенник, мимикрирующий под номер колл-центра с помощью современных технологий. В ходе расследования обыски также прошли и в салоне сотовой связи, где злоумышленниками были приобретены сим-карты.